Возможно ли победить коррупцию в отдельно взятом городке? Каков масштаб злоупотребления в российской глубинке? Что творится на родине золотых приисков? Дмитрий Кайстро после долгих поисков, кажется, нашел, где в России больше не берут. Скажите, вы свою вину признаете в предельном обвинении? Признаю. У Анны Петровой тяжелая минута. Ее обвиняют в пособничестве в получении взятки. За щедрое вознаграждение она помогала родителям устраивать малышей в детский садик. Практически на все, что можно купить в любом маленьком городке, есть свои расценки. Это ни для кого не новость. А поглубже к нам заедите, еще более интересного накопаете. Когда год назад в Березовске был назначен новый руководитель Следственного комитета, город казался действительно непаханным полем коррупции. Теперь едва машина Еланцева появляется на улицах, неспокойно даже самым уважаемым в городе людям. Был прямой вопрос, что тебе надо. На что, когда я объяснял, что мне ничего не надо, мне не верили, ходили слухи, что тем самым я поднимаю себе цену. Ну, как бы люди просто не могли меня понять, что мне надо. То есть я пытался нормально объяснить, что мне нужно, чтобы в городе был порядок. За год работы в городе Юрий Еланцев собрал материалы на 24 уголовных дела. А ведь Березовский был городом по-хорошему родственным. Свои люди здесь жили хлебно, ссоры за сбы выносили редко. Город расцветал на глазах. Главным образом расцветал строительный бизнес мэра Бразовского. На ангарах размашистая аббревиатура его фамилии. А лихие сотрудники форме наводили священный ужас на местное население. Ну, вот на этом месте вот производились выстрелы в мою сторону. Вот с левой стороны два знака, вот здесь вот он стрелял по нам. Кричал там, убью, сожгу, наркоту тебе кину, ствол, закрою тебя. Ты с подвала не выйдешь. Свои обещания пьяный в дым прапорщик милиции Жуков с героическим прозвищем маршал подкреплял прицельной стрельбой боевого пистолета. Таксист Родионов с ошалевшим от страха пассажиром уходил от погони всю ночь. Это оперативная съемка. Один из высокопоставленных сотрудников милиции Березовского передает другому не менее высокопоставленному 30 тысяч рублей в обмен на небольшую услугу, помощь в поступлении сына в институт МВД. Взяточники скрепляют сделку рукопожатием. Вот один из них прячет тысячные в барсетку и рисует на стене сумму, которую ему хотелось бы получить еще. Бывший начальник района милиции полковник Галкин, девять его подчиненных теперь под следствием, после таких потрясений отошел от дел. Живет на природе. Чистый воздух, хороший дом. Что еще нужно для того, чтобы достойно встретить старость? Я подал рапорт на пенсию и все, я ухожу. Ну что, зря вы меня снимаете, тем более в шортах. Соседи отставного полковника Галкина люди респектабельные. Вот в этом доме с позолоченной львиной мордой и блестящими лимузинами у ворот живет городской мэр Бразовский. А в этом, что уютно расположился в Соснах, его заместитель Карпов. Жизнь на этой отдельно взятой улице по всему, видно, удалась. Ни туалета, ни воды, ничего нет. В туалет приходится ходить на улицу, за водой на улицу. Начинал ли кто? А что говорят? А что они говорят? Они сюда и не заходят даже. Они вообще сюда не заходят. Вообще никто. То, что нет воды, нет такой информации. Может быть какая-то авария. По всей видимости, авария. Через чур принципиальным Еланцевым заместитель мэра еще как недоволен. На самом деле ничего из ряда вон за это время, за этот год прошедший не произошло. Истории коррупции в Березовском. Не одно столетие. И еще с тех времен, когда здесь начинали добывать золото, и промышленникам приходилось договариваться с чиновниками. Сначала в 18 веке здесь нашли первые в стране золотые слитки, а полвека спустя и первое рассыпное золото. То есть вот так начинается русское золото? Так начинается именно русское золото. Березовский в буквальном смысле слова озолотил страну. Сколько золота было здесь добыто за историю промысла, никто, конечно, не подсчитывал, но его объемы колоссальны. Здесь и сегодня самый долгодействующий золотой рудник в мире. Эти тоннели тянутся на десятки километров. Они образуют огромные внутренние полости. На них-то и стоит сейчас Березовский. Поэтому любое высотное строительство в городе строго запрещено, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на и без того ослабленный грунт. Золото здесь и сегодня столько, что хватило бы не на один городской бюджет. Но градообразующий рудник уже давно переживает не самые золотые времена. Добыча здесь умирающая и затратная. Золото в Березовском никого не сделало счастливым. Люди-то на золоте живут. На золоте живут. На золоте живут. Ну а в чем проблема? Почему тогда так живут? Тяжело ответить. Тяжело. Город не стал сказочным краем Эльдорадо, но стал местом, где человек в одиночку победил коррупцию. Поэтому свет в кабинете начальника Следственного комитета города не гаснет до поздней ночи. Когда у тебя не тысяча милиционеров в городе, а 280, то ты знаешь, что этих 280 милиционеров можно проконтролировать. Когда у тебя не тысяча чиновников, а 100-200 чиновников в городе, то ты понимаешь, что 100-200 чиновников можно проконтролировать. Для этого нужно только желание. Дружить с администрацией я не собираюсь, потому что я сюда поставлен работать, а не дружить. Дмитрий Кайстро, Виктор Денисов, Юрий Мовчан. Вести недели. Свердловская область. У нас все на сегодня. Еще раз мы будем в эфире в 23 часа по Москве на информационном канале «Россия-24». А здесь мы увидимся в следующее воскресенье. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин